Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, да и вообще слушатели, видеослушатели нашего канала. Кто интересуется психологией, социологией, промышленной психофизиологией, ну пускай просто психофизиологией. Много у нас подписчиков, просто не специалистов и возможно это видео будет им не совсем интересно, а может быть и будет интересно. Не важно. Важно то, что мы имеем определенные показатели по очень-очень профессиональной, работоспособной методике УСК, уровень субъективного контроля. Методика не то что великолепная, она отличная, она настолько точная и четко диагностирует уровень субъективного контроля человека, что просто о другом о чем-то и мечтать нельзя. Она не гениальна, она конгениальна, как говорил один известный персонаж исторический. Здесь не показаны какие-то результаты, вернее так скажу, что здесь показаны результаты методики УСК за 4 года нашей работы. И на этом графике, как вы видите, 3 кривых, 3 линии. Один график имеется в виду средние, а верхние и нижние графики, ну вот здесь вот можно их разглядеть, значит они показывают средние квадратичные отклонения. Но цифры нам сейчас неинтересны и не нужны. Смысл вот в чем. Задают мне вопросы, люди получают результаты. Они в принципе, не в принципе, а точно совпадают с теми средними значениями, которые мы получили в свое время в своей лаборатории, которыми пользуемся, которым апеллируем, интерпретируя результаты конкретных лиц, работников, персонала, промышленных предприятий, лиц опасных профессий, психически больных людей и так далее. В принципе, картинка, она неизменна не только у нас, но и с другими какими-то нашими лабораториями, коллегами и так далее. Медицинской психологии, из области медицинской психологии и психофизиологии. Хочу обратить внимание на один момент. Задали мне этот вопрос. Картинка по всей стране одинакова. В Российской Федерации. Обратите внимание. Интернальность общая. Показатель, будем так говорить, средний 6 стэнов. Интернальность достижений. Показатель чуть выше 6 стэнов, где приближается к 7 стэнам. Интернальность неудач. Низкое снижение. Где-то примерно 5,5 стэнов. Интернальность семейная. В основном это мужчины. Она ближе где-то к 7 стэнам. Крайне низкие показатели. Мы когда это впервые увидели, лет 7 назад, наверное, были просто поражены по работникам Российской Федерации. Интернальность производства. Самый низкий показатель по этим шкалам. Он находится на уровне 4 стэнов. Интернальность межличностных отношений. Значит, достаточно высокая. И средний, относительно средний результат по интернальности в области здоровья. Кто не знает, кто знает, интернальность такая штука. Чем выше показатель, тем более человек интернален. Чем ниже показатель, тем более человек экстернален. Если высокие показатели, это говорит о том, что человек берет ответственность за значимое событие в своей жизни на себя. Если показатель у него низкий, то есть экстернальный локус контроля выявляется у человека конкретного, то это говорит о том, что человек не стремится к тому, чтобы взять ответственность за какие-то события в своей жизни в той или иной области. В данной методике, в данном случае представлены, как бы не беря интернальность общую, представлена интернальность достижений. Соответственно, высокий показатель человек, да, большинство людей интерналы в этой сфере и берут ответственность. Я этого достиг, я это сделал, ура, победа, я хороший, я замечательный, я умный, я сильный. И все это принадлежит богатству мне. Я беру на себя ответственность в области достижений. Он, как бы, некое такое эгоцентризм играет в человеке, в хорошем слове, в смысле слова эгоцентризм, что да, я чего-то достигаю, я что-то делаю, зарабатываю деньги, создаю семью, там, ремонтирую машину, ремонт в квартире делаю, на производстве я, 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 я впереди планеты всей. Большинство людей в Российской Федерации интерналы в этом смысле берут ответственность на себя. Интернальность в области неудач. Зачем? Нет. Мы перекладываем, большинство людей в Российской Федерации, перекладывают ответственность за свои неудачи на кого-то другого. На другого ли человека, на другие какие-то внешние факторы и обстоятельства. Нет. Мы не берем ответственность на себя за значимые события в нашей жизни. В производстве, в семье и так далее. Значит, там что-то случилось у нас, там, машина сломалась, да? Нет, это не я виноват, это виноваты другие обстоятельства, плохие дороги, плохие мастера в автосервисе, некачественные детали и так далее, и так далее, и так далее. Неудачи – это не наша епархия, неудачи мы на себя не принимаем. Это, естественно, и закономерно, соответственно, ближе показатель к экстернальности, то есть перекладывание ответственности на кого-то другого. Высокий показатель семейных отношений, то есть русские люди. А объем этой выборки настолько высок, что позволяет нам порядка несколько тысяч, десятков тысяч замерений, позволяет экстраполировать эти данные, этот непосредственно график на всю российскую популяцию в целом. Соответственно, семейные отношения мы берем в них на себя, за это мы берем ответственность на себя преимущественно. Смотрите также высоки показателей, как и по показателю интернальности в области достижений. Соответственно, интернальность, вот этот самый интересный фактор для, подчеркну это слово, промышленной психофизиологии, низкие показатели, несколько тысяч измерений, и, соответственно, интернальной сфере производства, как показатель того, что мы не хотим, не любим работать. И, соответственно, не берем ответственность на себя за результаты нашей деятельности. Вот это, ну, десятка-два кандидатских точно, а то и докторских. Соответственно, мы не берем ответственности, не хотим работать, и не берем ответственности за то, что происходит в нашей непосредственной деятельности, имеется в виду рабочей, промышленной, организационной какой-то деятельности. Вот это самый интересный, самый важный показатель. Ну и далее, не столь интересные показатели межличностных отношений. Мы берем в них на себя ответственность. И, соответственно, интернальность в области здоровья, он тоже несколько низкий. Мы говорим о том здесь, что нет, пускай меня вылечат таблетки. Мария Ивановна терапевт из соседней поликлиники. Пускай она, Мария Ивановна терапевт, будет ответственна за мое здоровье. Таблетки, другие люди, процедуры. Да, это вот их епархия. А сам я не поеду на велосипеде, не побегу утром по дорожке, не займусь спортом лишний раз, не поддержу свое здоровье. Может быть где-то не буду пить, не буду есть после шести и так далее. То есть люди предпочитают перекладывать ответственность за свое здоровье на внешние факторы, обстоятельства других людей и т.д. и т.п. Но самое важное, вернусь буквально на шаг назад, это вот поскольку мы непосредственно с этим связем крайне низкие показатели, относительно низкие, ниже среднего, если говорить в 10 стенах, 10 стенах рассчитывает методика эти показатели. Соответственно, условно говоря, будем так говорить, 5 стенов это среднее значение. И вот обратите внимание, ниже среднего значения, условно говоря, не индивидуального среднего, как вот рассчитан, собственно, этот график, а показатель ниже 5 стенов в области производства. Везде выше, 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 низкое только здоровье. А здесь вот в производстве ниже 5 стенов. Не хотим брать ответственности за значимые обстоятельства, события, результаты своей трудовой рабочей деятельности. Такова ситуация в Российской Федерации. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.